друзья всем привет и мы продолжаем изучать седан amoda s5 прошлом выпуске мы с вами посмотрели на салоны машин заглянули на них снизу а сегодня поедем кататься но перед этим хочется обратить внимание на пару мелких нюансов любопытно что габаритные огни они вот здесь вот сверху и они так плавно плавно затухают здесь он совсем яркий здесь он тустлый и такой плавный переход но при этом дневные ходовые огни они вот здесь вот снизу поэтому когда вы едете днем вас будет гореть только вот эта полоска а вечером соответственно это верхняя фары диодные и ближний и дальний свет так как машины это топовые с полуторалитровым турбомотором диски 17 дюймовые 205 50 r17 и любопытно что хромированные вставки есть не только вот здесь на подоконной линии но и снизу вдоль порогов задние фонари также полностью диодный и сзади есть два таких эффектных патрубка как бы выхлопной системы хотя физически выхлопная труба все-таки одна я сейчас нахожусь в салоне амода автоспеццентр внуково которая расположена на киевском шоссе и если вы пролетели в аэропорт внуково например правительственным рейсом не знаю там из китая откуда там из регионов россии то удобно зайти сюда здесь же выбрать посмотреть большое количество машин и прямо отсюда же уже естественно своим ходом на машине к себе ну и для жителей новой москвы это наверное идеальная локация киевское шоссе рядом мкад новое филатовское шоссе все это в непосредственной близости и клево то что здесь можно покататься даже если вы еще не знаете какой автомобиль вы хотите себе выбрать то придя в амода автоспеццентр внуково здесь можно взять машину на тест-драйв прокатиться сначала по киевскому шоссе развернуться сжахнуть обратно на филатовское шоссе тут красивый поворот а сейчас прокатимся все вам покажу погнали ну что ж поехали прокатимся давненько я не катался вот на седанах на низких машинах хотя естественно какие-то преимущества у них объективно над кроссоверами все-таки есть в первую очередь такие машины подешевле у них лучше должна быть разгонная динамика потому что они легче у них должен быть ниже расход топлива и я сбросил бортовой компьютер чтобы посмотреть сколько мы сожжем ну и конечно же какое-то вот чувство автомобиля просто более низкая посадка все это имеет свои преимущества меня лично всегда волновал вопрос что же лучше балка или независимая подвеска сзади и тут такое вот неоднозначное я считаю что хорошо настроенная балка на автомобиле который вот создан просто для езды это наверное как то более разумно мне кажется вот хорошо настроен задняя подвеска она не уступит независимой и при этом случае просто долгосрочной эксплуатации либо там не знаю при попадании в аварию естественно ремонт балки он много проще намного дешевле чем ремонт восстановление независимой подвески то могут углы куда-то уйти еще что то здесь даже если ты как-то умудрился ее погнуть либо ровно разогнул либо просто поставил новую балку и поехал дальше никаких проблем я не случайно выбрал именно полутора литровый турбомотор он отлично работает его хватает на кроссоверах амода c5 черри тига 4 про черри тига 7 pro max с этим же мотором с этим же вариатором и там все это работает посмотреть сколько таких машин в такси в хардшеринге их мучают как хотят и они вполне себе живут а здесь заметно более легкий седан с лучшей аэродинамикой и я не знаю китайцы обещают разгон до сотни за четыре целых и семь десятых секунды сейчас идет дождь машина не обкатанная но давайте попробуем стартануть и посмотрим за сколько он поедет попробуем разгон до сотни спорт режим я даже включаю ручной погоды как так себе попробуем две тысячи оборотов мне кажется если был букс то очень небольшой коробка имитирует переключение и 9.3 при заявленных напомню 9.7 но он ощущается достаточно бодрым так что ничего удивительно сейчас попробую с одной педали для чистоты эксперимента но вот 9 и 3 в первой попытке подожди на девяностором бензине на не обкатанной тачке это прям а теперь старт с одной педали вот просто спорт режим и ничего пошли с места чуть спокойнее но в остальном я думаю будет близко те же 9 и 3 вот все четко просто вот с места получается чуть как-то он хуже по крайней мере по ощущениям как раз двух педалей прямо лучше рывок но в остальном те же 9 и 3 и 4 и 4 до 60 что достаточно бодро и и это повторюсь 92 бензин по своей архитектуре передние панели с 5 полностью отличается от кроссовера c5 там если помнить приборка и экран мультимедиа они собраны в одну линию здесь разнесено так по классике приборка цифровая она утоплены и клёво что у нее есть традиционные стрелки и круглые шкалы есть другие темы можно поменять на какие-то более инновационные но я как старовер выбираю вот просто стрелки экран мультимедиа достаточно большой есть система кругового обзора 4 камеры и собственно именно для этого нужен большой экран чтобы все можно было разглядеть руль клёво что он просто круглый у него набор для управления круиз-контролем есть подогрев руля есть подогрев передних сидений есть электрообогрев лобового стекла и собственно это все базовые опции и это то что нужно зимой мне нравится что есть беспроводная зарядка и тут же рядом еще большой такой боксик то есть телефон можно хоронить на зарядке можно поставить вот сюда его будет хорошо видно и при этом он никак не занимает подстаканники потому что во многих автомобилях к сожалению ты вынужден выбирать либо ты видишь смартфон либо ты пользуешься подстаканниками сверху мягкий пластик вот это вот все имитация строчки прям приятный на ощупь на дверях пластик уже жесткий сверху но такой широкий подлокотник снизу там где ты касаешься локтем здесь мягкие вставки все хорошо климат-контроль у меня однозонный но он с электронным управлением то есть выставляешь градусы сколько нужно и температура поддерживается если взять базовую версию то там будет также электронное управление но там обычный кондиционер и соответственно потеплее похолоднее именно вот задать температуру чтобы она зафиксировалась такого не будет это особенность дорогих комплектаций любопытно но через заявляет что у более мощной турбо версии расход топлива будет меньше чем у атмосферника заявлено здесь 6.9 и 7.3 атмосферника так это или нет я не знаю вот мы сегодня проверим как есть турбак но по ощущениям он действительно не очень прожорливый и даже по опыту кроссоверов его литров наверно в семь семь с половиной реально будет уложить даже в городских условиях есть стеклянный люк и он будет уже в базе что хорошо я человек не курящий но я люблю люки во первых свет во вторых возможность как-то там проветрить салон что-то это приятно да и еще один повод выбрать турбак в топовой комплектации конечно же адаптивный круиз-контроль набор радаров вот все что вот здесь вот прячется за электрохромным зеркалом все это может пригодиться я включаю круиз-контроль и машина сама поддерживает безопасную дистанцию экстренное торможение специально для тех кто часто пользуется смартфона в машине автомобиль все может делать сам за водителя и но это просто такая приятная фишка и здорово что она есть даже в таком среднеразмерном седании да и сейчас по такой погоде очень актуально что есть и датчик дождя и датчик света и что касается шумоизоляции на улице идет дождик асфальт так себе вот сейчас на скорости 80 порядка 70 децибел и сейчас я пересяду на задние сиденье и посмотрим как будет там давненько я не ездил сзади а здесь вполне себе удобно здорово что ноги помещаются под передним креслом да и собственно место для ног достаточно этот автомобиль заметно побольше чем привычный всем hyundai solaris это скорее аналог kia serato и hyundai elantra достаточно длинная база есть подлокотник есть подогрев задних сидений есть собственная юсбишка подсветочка все хорошо и уровень шума сзади мы также едем со скоростью 80 километров в час по той же шершавой дорожке и более сейчас дождик еще усилился и он тоже добавляет фона те же 70 децибел что неожиданно и скорее даже хорошо потому что обычно вот в автомобилях не экстремально дорогих шумоизоляции задних арок она часто бывает так себе и водителю спереди нормально а сзади ты едешь и слышишь такой ощутимый дорожный гул здесь его не так чтобы много у ручек есть микролифт кешь хотелось бы лючок хотелось бы чтобы задний диван был разделен потому что он цельный если вам нужно перевести что-то большое громоздкое то задний диван складывается только целиком но именно если рассматривать а моду s5 как автомобиль пассажирский они как груза пассажирский то задние пассажиры вам точно скажут спасибо будут это взрослые вот люди ростом например метр восемьдесят как я я и головой не упираюсь и для ног места много ну а дети тем более и сиденья обшиты кожзамом легко убираются есть кармашки как у водителя так и у пассажиров и собственно все что нужно есть небольшой центральный тоннель даже если здесь сядут трое они спокойно с комфортом поедут достаточно долго и счастливо пожалуй спереди мне все-таки наверное будет как-то попривычнее чем сзади к сожалению меня редко катают а вот за рулем я накатываю достаточно много в год получается наверно тысяч пятьдесят шестьдесят километров вот просто там по работе по каким-то личным делам там на даче сдачи еще куда-то и я проезжаю достаточно много и что касается расхода топлива вот мы сейчас покатали здесь по окрестностям внуково и средний расход по данным бортового компьютера 7 и 8 и это при том что мы несколько раз стартанули в пол машина долгое время стояла на холостых пока мы есть снимали снаружи и 7 и 8 если просто ездить я думаю что всем на может быть там 7 и 3 вполне можно укладывать и это турбо двигателя уж сколько будет есть атмосферник я не знаю я думаю на самом деле каких-то похоже похожие показатели будут даже несмотря на то что черри обещает что расход будет выше все зависит исключительно вот от того как нажимать если ездить спокойно в рамках пдд и там нет каких-то особо глухих пробок мне кажется в 7 7 с половиной вполне будут укладываться что атмосферник что турбодвигатель после адаптации к российским условиям и с клиренсом в 16 сантиметров мне кажется такой седан имеет право на существование для тех кто хочет получить просто более драйверский автомобиль нежели то что дают нам с вами привычные кроссоверы осталось только определиться мы с вами выбираем более доступный вариант с атмосферником 113 лошадиных сил ездить будет но не так быстро и при этом цена будет 2 миллиона рублей ровно либо переплачиваем и берем себе турбак в любом случае вы получите теплые опции достаточно большое количество плюшек но при этом у турбака будет адаптивный круиз контроль и масса других водительских ассистентов друзья напишите пожалуйста в комментариях выбираете вы себе атмосферный а моды с 5 либо турбированный на котором можно действительно быстро погонять и не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайки до новых встреч